И в этом видео я буду делать себе стрижку. Градуированный лайтпоп. Я только что покрасилась, ссылку на это видео оставлю в описании. Встреча буду своими любимыми ножницами с микронасечками, длинным полотном в 7 дюймов. Hi everyone, с вами Eva Lorman, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Итак, let's go, друзья! И смотрите видео до конца, в конце вас ждет объявление. Начинаем с челки. Дальше отделяем макушку. В зоне макушки длина у меня лично 17 сантиметров, но у вас она может быть и больше или меньше. Но смысл такой, что зона макушки 17 сантиметров и боковые зоны тоже будут по 17 сантиметров. Всю эту зону стригу на уровне предыдущей пряди. В общем, все волосы должны быть по 17 сантиметров. Отделяю примерно по сантиметру 2, в зависимости от густоты волос. И стригу на уровне предыдущей пряди. Вот в этой зоне все волосы одинаковой длины. Теперь стрижем вот эти зоны. Отделяем волосы тоже под 90 градусов. Кстати, в теменной зоне у нас волосы были под 90 градусов. И в шляпной зоне сейчас тоже под 90 градусов. Зубчики расчески всегда нам показывают этот градус. И стригу на уровне тех волос, которые я только что подстригла сверху в теменной зоне. Надеюсь, с перчатками будет виднее. То есть, во всех этих зонах примерно 17-18 сантиметров. Вот эту зону мы подстригли, вот эту подстригли, осталась вот эта зона. Сейчас самое сложное, но это надо сделать. Ориентир нижней затылочной зоны у меня на вот эту самую длинную часть виска. И мне эту длину нужно продлить на затылок. У меня было раньше пикси шорт, я себе стригла очень короткую стрижку и это то, что у меня сейчас от нее отросло. Таким образом я ее корректирую и выхожу в каре. И вот эта часть самая сложная в стрижке. Затылочная зона у меня длиннее, чем висок, потому что это все после стрижки пикси шорт. Теперь надо с этим что-то делать. А что делать? Берем на руку вот так и вижу то, что нужно подстричь. А теперь мне этот уровень виден и стригу его. Приглаживаю волосы максимально к шее и и стригу можно сказать наугад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идеально! На одном уровне. Ура! Это самая сложная часть этой стрижки. А теперь вот этот массив мне нужно убрать. Вот здесь массива у меня нет, так как у меня были здесь сильно профилированы волосы прошлой стрижкой. И они таким образом здесь и росли и росли и в общем-то массива даже не хватает. А вот здесь волосы прям массивные. Если я их сейчас не профилирую, они будут торчать. Поэтому делается это очень просто. Если вам нужен более припочтый, то Затылка филировка идет вот в таком направлении. Ближе к ушам пониже, а ближе к центру затылка можно начинать повыше. И таким образом вы приподнимите макушку. Стрижка готова! Сейчас я высушусь и покажусь вам! Вау! Продолжение следует... ¿Раз bekommt слышит? ну вот видите как все просто ну конечно же нужно понимать что для каждого типа волос даже в этой стрижке существуют свои нюансы например в той же филировки в большинстве случаев такая филировка подходит практически всем если вдруг у вас кудрявые волосы или жесткие волосы то верхнюю филировку лучше не делать а лучше сделать внутреннюю филировку как я показывала последний этап и если вы в чем-то сомневаетесь просто попробуйте это проделать на небольшом участке а потом уже на всей голове вот она я вернулась наконец-то спустя год практически год я себе стригла много стрижек и теперь я опять отрастила свое любимое каре ну надо теперь немножечко еще дождаться пока боковая зона отрастет и будет вообще мое хотя это тоже мое но чуть-чуть бы подлиннее эта стрижка на базе каре нижняя зона делается обычным каре вот этот отрезок филируется то есть здесь градуировки как таковой нет потому что у меня мягкие волосы градуировка прям принудительная вот эти ступеньки мне вообще нельзя делать а убрать массив надо и вот таким образом вот этой зоне мы убираем массив а вот эта зона она градуированная потому что мы ее стригли под 90 градусов и когда волосы падают они становятся слоистыми то есть верхние слои будут казаться короче нижних слоев в общем разделена эта стрижка буквально на три зоны вот эта зона 90 вот эта зона 90 это просто один срез и филировка и еще небольшое объявление для вас кто видит меня впервые у меня огромное количество видео как я себе делала многие варианты окрашивания многие варианты стрижек на себе показывала многие стрижки light bob pixi long pixi medium pixi short красила себя в другие цвета из темного блонд из блонда опять в темный шатен в общем очень много вариаций на себе я уже показала поэтому просто ползайте по каналу также я себе делала стрижки с челками челку шторку я себе делала у меня огромный сериал по окрашиванию седины на канале много видео на эту тему на себе показывал на моделях показывала теоретическую часть показывала очень популярное видео как правильно мыть голову чтобы ваши волосы стали гораздо лучшего качества ссылку на это видео оставлю в описании вообще всегда читайте описание в описании очень много много всякой разной информации там практически все ссылки есть на большинство видео которые я упоминаю что касается курсов очень часто был вопрос когда будут курсы я это все готовлю курс будет по стрижкам курс будет по окрашиванием колористик а также были пожелания написать книгу по стрижкам я это тоже делаю книгу по стрижкам на самом деле книга по стрижкам это очень удобная штука я понимаю что ролики время надо конечно пересматривать а книга это шпаргалка которую ты можешь в данный момент открыть увидеть то что тебе нужно и все книги будут и по колористике книги будут по женским стрижкам что касается онлайн консультации то же самое все в работе как только будет завершено дам знать на канале и во всех соц сетях ребята очень часто я говорю что у меня в описании огромное количество ссылок на те или иные ролики и создается такое впечатление по вашим комментариям что вы вообще не понимаете о чем идет речь объясняю и показываю смотрите когда вы видите видео а под низом под видео есть какие-то там надписи название самого видео и вот это заветное слово еще надо обязательно нажать именно на вот это слово и открывается описание в котором есть масса масса ссылок о которых я вам принципе и говорю выбирайте для себя то что вам нужно нажимаете и попадаете в те ролики это на компьютере на телефоне сейчас приближу эту историю всю вот вам нужно нажать на маленькую маленькую галочку которая находится параллельно названию ролика нажимаете на эту галочку вот я нажала на галочку и опять же попадаю в описании и листаю его и тут масса масса ссылок по которым вы легко можете перейти и еще небольшое объявление для вас на вопросы оперативно я отвечаю первый час после выхода нового видео поэтому следите за выходом чтобы задать свои актуальные вопросы и даже если тема видео не относится к теме вашего вопроса можете спокойно задавать и еще небольшое объявление для вас дорогие подписчики и гости моего канала у нас с вами появилась возможность общаться в прямом эфире для этого я поменяла формат своего еще одного youtube канала и переназвала его в его лорман прямые эфиры ссылка на него под видео я сейчас везде есть это для того чтобы мы не потерялись а время покажет где мы будем максимально активными подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать новые уведомления а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты bye bye everyone с вами была его лорман и до встречи в новых видео эй народ не скупись лайк поставь подпишись колокольчик тут зажми делись со всеми не то не хватит даме танцевать пора идти видос снимать